Да, мы сейчас выводим на рынок новую систему Logos HMS, Logos Hospitality Management System, которую мы разработали в партнерстве с несколькими профессиональными компаниями и которая предназначена для автоматизации, прежде всего, объектов, которые используют, скажем так, уникальные технологии, бизнес-процессы, которые характерны именно для рынка России и СНГ. Переводя на русский язык, что это значит? Это значит, что система предназначена прежде всего для автоматизации объектов лечебного направления, это санатории, пансионаты, у которых совершенно специфические бизнес-процессы. Мы являемся стандартом управления делами президента Российской Федерации, практически все объекты работают на нашем программном обеспечении. И значительная часть этих объектов как раз представлена санаториями. И вот мы потратили очень много времени, пока поняли вообще, как работает санаторий, и как работает именно часть, связанная с размещением. Потому что санаторий — это не только лечебный объект, но и объект, где люди должны пребывать значительное время. У них путевки до 21 дня. И поэтому здесь возникает очень много специфических проблем, которые в международных, скажем так, системах не решены. Потому что системы, которые построены по международным стандартам, они достаточно нацелены на достаточно стандартный набор бизнес-процессов. Потому что в крупных сетях все давно придумано, и там все стандартизовано, и гости обслуживают как на конвейере, без всяких особенностей, без всяких задержек, и достаточно стандартно. У нас на всех объектах есть свои особенности, свои уникальные технологии, которые наши ательеры считают своим достижением, и на реализации которых они настаивают. И таким образом мы изначально в нашу систему закладывали возможность работы как по международным стандартам, прежде всего, так и достаточно гибкие механизмы настройки под каждого конкретного клиента, для того, чтобы он получил возможность быть уникальным, для того, чтобы работа с системой по его уникальным бизнес-процессам не доставляла ему неудобств, скажем так, а наоборот, приносила удовольствие и дополнительную прибыль. Мы можем работать с самыми разнообразными объектами размещения, любого формата, который используют в качестве единицы продаж, койки, номера, комната ночи, койка дни, все что угодно. Система позволяет подстроиться под конкретный объект. При выборе компании, мне кажется, здесь важно именно то, что вы хотите получить от этой компании. Если вы ательер, который работает в крупной международной сети, то все бизнес-процессы, как я уже говорил, все стандарты у вас уже есть. И вам, собственно, от компании, которая вас будет автоматизировать, нужен просто грамотный специалист, который поставит вам софт, настроит его под ваши требования, точнее, под требования владельца франшизы. И, в общем-то, все. И будет оказывать техническую поддержку. Если вы независимый отельер, и вы только входите в этот бизнес, то вам нужна компания, которая осуществит не просто внедрение, не просто IT-специалисты, а вам нужны специалисты с гостиничным опытом, которые во время внедрения программного обеспечения помогут вам построить работу своих сотрудников, своего предприятия таким образом, чтобы внедрение этого софта привело к увеличению эффективности работы каждого сотрудника, увеличению удовлетворенности гостей, ускорению обработки гостя, скажем так, на ресепшн, усилению контроля над предприятием, и в конечном итоге к получению больше прибыли. Наша компания работает на рынке с 1998 года. У нас огромный опыт внедрений, внедрений в самых разнообразных объектов. У нас есть клиенты от 6 номеров в бутик-отеле до 1500 номеров, это, например, корпуса Измайлова. Поэтому наши сотрудники, и более того, я беру в компанию сотрудников, только имеющих большой гостиничный опыт. И мы позиционируем себя не как IT-компания, не как просто компания, которая внедряет, поддерживает софт, а как компания, которая помогает нашим партнерам, а я считаю, что все наши клиенты – это наши, прежде всего, партнеры, которые помогают нашим партнерам внедрить самые передовые, самые, скажем так, оптимальные бизнес-процессы. И для этого у нас есть и опыт, и люди, и соответствующие инструменты. Внедрение системы управления гостиницей – это очень хороший повод для того, чтобы пересмотреть всю работу объекта и попытаться внедрить современные бизнес-процессы. А вообще в мировой индустрии гостеприимства все придумано много лет назад, и отрасль развивалась на протяжении столетий. И поэтому есть так называемые международные стандарты. И вот именно эти международные стандарты реализованы в программах, которые мы представляем на рынке. Если программист просто приходит в средний отель, то не автоматизировано, что он видит? Он видит на ресепшен девушек, которые с помощью карандашика и сеточки пытаются управлять заполняемостью номеров. И, соответственно, в 99% случаев программист реализует именно эту сеточку, именно механизм стирания и закрашивания нужных клеточек на пересечении даты и конкретного номера. Потому что без автоматизации по-другому работать нельзя. Но автоматизируя объект, мы ведь не хотим оставить его работать на том же уровне, просто поставив красивый экранчик перед девушками. Мы, прежде всего, должны облегчить работу персонала, избавить его от необходимости думать по большей части и увеличить скорость и правильность принятия решений. Это на низовом уровне. Чем выше, тем больше необходима информация для анализа, для анализа текущей ситуации, это уже на уровне среднего персонала, и для принятия стратегических решений, это на уровне топ-менеджмента отелей. Соответственно, система управления должна на первичном уровне добиваться сбора всей необходимой информации и достоверности этой информации, и на более верхних уровнях позволять анализировать ее и вычленять наиболее интересные тенденции и тренды. Введение истории взаимоотношений с клиентами – это очень важная часть работы ательера. Мы всегда должны четко представлять, что хотят наши гости, чем они недовольны. Потому что при современном развитии социальных сетей один недовольный гость – это может быть просто крах. Если человек задастся целью испортить репутацию объекта, он это может сделать достаточно быстро и технологично. Именно поэтому в гостиницах хорошего уровня, безусловно, очень большое внимание уделяется отслеживанию отзывов в TripAdvisor, в социальных сетях. И мы должны моментально реагировать на недовольство клиента. Мы должны сделать так, чтобы недовольный клиент, даже если он уже разместил о нас отзыв, мы должны выйти на него, мы должны переломить ситуацию таким образом, чтобы он сказал, хотя бы себе сказал, я уже не говорю о том, чтобы написал, но хотя бы себе сказал, ребята, молодцы, да, они там не совсем хорошо сработали, но они исправились, они сделали мне комплимент, они связались со мной, но хотя бы извинились на самом деле. Достаточно для большого числа неприятных случаев этого достаточно, просто выйти на гостя, просто поговорить с ним, извиниться, пригласить в конце концов к себе, либо прислать там письмо от директора с извинениями, но это нормально. Для этого существует CRM-система. CRM-системы пришли в гостиничный бизнес достаточно поздно, на самом деле CRM-системы практически во всех секторах экономики, которые работают с клиентом, появились достаточно давно. И на самом деле первые гьяни появились, это в разведсообществе, которое работает с множеством людей и которое должно четко представлять, что каждый из них собой представляет. В гостиничном бизнесе очень важно, помимо того, что реагирование на пожелания гостя, еще и отслеживание эффективности работы своих служб. Поэтому у нас есть CRM-система, и мы настроили, например, для тех же АМАКС, для гелиопарка, систему, которая позволяет ввести электронное анкетирование гостей. То есть гость по выезду получает красивую электронную анкетку небольшую, в которую выставляет баллы нашим службам. Если, например, горничные отработали на 2, то может идти письмо супервайзеру или GM в отель с тревожным сигналом, что нужно связаться с гостем, нужно выяснить, в чем проблема и так далее. CRM-системы аккумулируют все данные о госте, то есть куда гость приехал, когда, на сколько, какой доход он нам принес, какими дополнительными услугами он пользовался, что он любит, что он не любит, какие ситуации с ним происходили. Если у него, допустим, в прошлый приезд у нас перегорела лампочка, ну, наверное, мы смотрим, что гость к нам приезжает. Но надо проверить лампочки, чтобы он не подумал на нас чего плохого. Ну и так далее. И на самом деле, вот гости уже немножко наелись унисекс-сервиса. То есть даже в хорошей сети ты подходишь к ресепшену, ты знаешь, что там за 6 шагов ресепшен начнет улыбаться, что она тебе скажет приветственную фразу и так далее. И совершенно непонятно, в каком городе ты находишься, в каком отеле, потому что у всех все одинаково. И мне кажется, что сейчас наступило время вернуться вот в те времена, когда были небольшие гостиницы, вот хозяин гостиницы стоял за рэком, он прекрасно знал всех своих гостей по имени и отчеству, персонально с ними общался, и они чувствовали себя единственными уникальными его гостями и чувствовали себя как дома. Но если у тебя небольшой отель с постоянным кругом гостей, это да, это можно без всякого CRM себе позволить. Но если ты работаешь индустриально, в большом предприятии, то для этого вот как раз существуют CRM-системы, которые позволяют получать информацию о гости и, соответственно, общаться с ним персонально. Конечно, у нас есть система Libra On Demand, которая как раз и одним из блоков, она имеет блок MLM-маркетинга. И для наших клиентов мы настраиваем множество всяких интересных фишек. Ну, например, гость, когда бронируется, ну, естественно, он получает confirmation автоматически, потом welcome letter, так называемый, то есть за несколько дней до заезда мы присылаем для него специальное письмо, в котором приглашаем его, напоминаем ему о том, что он приезжает в наш отель, можем нарисовать карту, как к нам доехать, если это в каком-то пригородном объекте. И одновременно стараемся продать ему что-нибудь из наших доп.услуг, например, трансфер, например, какие-нибудь цветы в номер, шампанское и так далее. Ну, все, что мы... Апгрейд номера, все, что мы хотим предложить и все, что можем предложить. Таким образом мы занимаемся уже пресейлом до того, как он заехал. Далее гости приезжают к нам, уезжают, получают электронную анкету, соответственно, оценивают качество наших услуг. И дальше мы с этим гостем не прощаемся. Мы уже в системе имеем как минимум дату его дня рождения, на которой мы можем его поздравить. Если мы немножечко активность проявим, то мы можем узнать его аккаунты в социальных сетях. Соответственно, если этот гость ценен для нас и мы хотим персонально с ним работать, мы узнаем, чем гость увлекается. Можем поздравить его с профессиональным праздником, с Днем подводника, например. Работа с ним персональна. И для этого, соответственно, у нас есть все инструменты. Нужно только желание и человек, который бы с этим работал. Важный показатель – это возвратность гостей. Ательер должен ввести гостя по цепочке. Первый шаг – это получить просто гостя хоть как-то. Второй шаг – это сделать его лояльным и постоянным гостем желательно. И третий шаг – это привести его к тому, чтобы он бронировал по наиболее удобным и дешевым каналам продаж для отеля. Соответственно, для этого применяются, ну, например, всякие скидочные программы, скидки для постоянных гостей, как у нас любят. На Западе больше склонны к бальным системам, то есть начисление баллов за какие-то определенные... Соответственно, мы приходим к программам лояльности. Сейчас это очень актуальная тема для гостиниц. Ну, в сетях международных, во всех это, естественно, уже есть. И сейчас активно российские гостиницы также внедряют самые разнообразные программы лояльности. Например, есть такая система гостиниц, которая как раз позволяет немножечко мотивировать командировочных. Вот вы приезжаете в гостиницу, и если вы член этой программы, то вам потом на карточку возвращается какой-то процент от тех денег, которые вы потратили. И, наверное, в следующую командировку вы уже будете выбирать гостиницу, члена этой программы лояльности. Точно так же, если у вас есть сеть отелей, один отель, например, бизнес-отель в Москве, другой курорт в Сочи, вы, наверное, можете точно так же мотивировать уже бизнес-гостей своего московского отеля как-то посетить отель в Сочи. Ну и здесь уже очень... Это, опять же, отдельное направление бизнеса. Есть здесь очень много интересных инструментов, которые позволяют управлять желаниями гостей, поощрять их как-то. Есть совместные программы, например, участие в программе какой-либо авиакомпании. То есть, если вы летаете в какой-то авиакомпании, вы можете конвертировать свои мили в скидки в отели, либо проживание в отеле в мили этой компании. Есть совместные программы с банками, которые позволяют, опять же, конвертировать свое проживание в какие-то бонусы от вашего банка, в пределе в денежки. Для небольших отелей и для людей, которые хотят либо попробовать работать в систему, либо не имеется оборотных средств для инвестирования, для инвестирования достаточно крупных сумм, но именно для небольших объектов. Мы сейчас подготовили решение по предоставлению целого комплекса программного обеспечения по модели СААС. То есть, мы считаем, что для стартапа, для небольшого отеля, что самое главное? Главное — это получить клиента. Как ему проще всего получить клиента? Проще всего — это грамотное представление в электронных каналах продаж. Потому что сейчас практически 90% людей ищут объект размещения в интернете, и наша задача — просто предоставить им удобный механизм для бронирования нашего конкретного объекта. Соответственно, мы с нашим партнером Travel Line сейчас выводим на рынок пакет, пакет, который включает в себя Channel Manager и интегрированное с ним решение по управлению объектом размещения Logos. Этот комплекс предоставляется для отелей до 40 номеров по модели СААС. Соответственно, программное обеспечение не покупается, а выплачивается определенная абонентская плата. И объект получает сразу множество каналов продаж и сразу систему для управления продажами, управления номерным фондом. Скажем так, нет абсолютно надежного программного обеспечения. Программное обеспечение работает на железе, железа тоже абсолютно надежного нет. Как с этим бороться? Здесь настраивается система бэкапов. Наши специалисты консультируют IT-отдел клиента, либо сами настраивают систему бэкапа на какой-либо сторонний носитель, либо на другую машинку. Соответственно, если происходит какое-то чрезвычайное происшествие, которое приводит к краху системы, то любой более-менее квалифицированный IT-специалист поднимает систему из бэкапа, и объект продолжает работать. Кроме того, на объекте существуют так называемые аварийные листы. То есть мы должны распечатать во время ночного аудита целый пакет отчетов, которые позволят нам в случае потопа, пожара и так далее продержаться некоторое время без системы. Кроме того, наша компания оказывает круглосуточную поддержку 24 на 7 на 365 для наших клиентов. И наши инженеры практически, если происходит что-то серьезное, то они очень быстро реагируют и с помощью удаленного доступа заходят в систему клиента и локализуют проблемы. Почему мы не выезжаем на объекты в 99% случаев? Потому что гостиница – это такой объект, такой бизнес, который работает с самым портящимся продуктом. Если ты не продал номер сейчас, ты его уже не продашь никогда. Он сгорел, ты потерял деньги, ты потерпишь убытки. Именно поэтому наша служба поддержки работает удаленно, работает по широкополосным каналам связи и оказывает поддержку максимально быстро для клиентов. Вот, например, в Logos HMS реализована технология Tech Alarm System, которая позволяет нашей службе поддержки зачастую получать информацию о каких-либо проблемах на объекте до того, как они проявятся в критической форме и приведут к каким-либо сбоям в работе персонала. Соответственно, время реакции также уменьшается. Субтитры создавал DimaTorzok